До того, как Мелстрой стал известен, пацан до нашего ладежда за братом и поднимал первые бабки на собственном сервере по Майнкрафту. До того, как Мелстрой стал известен, юного блогера чуть было не насадили на белорусскую бутылку правосудия. И до того, как Мелстрой стал известен, на своих стримах он вытворял такую дичь, которую позволит себе не каждый отпетый мажор. Добро пожаловать на Телблокнет, и сегодня ты узнаешь о жизни Мелстроя до того, как он стал известен. Мощнейший ньюсмейкер последнего месяца Андрей Бурим, более известный как Мелстрой, родился почти 22 года назад в белорусском городе Гомель. Отца самого нравственного блогера современности величают Александром, и сейчас 44-летний мужик тоже ведет стримы на собственном YouTube-канале. Подписчики ласково прозвали его Главборовым. Маму нашего героя зовут Наташа, а.к.а. Жозефина, и ей 42 года. Судя по фоткам в инсте «Бати», родители Андрея живут душа в душу и находят время и возможности для совместного отдыха. А ведь каких-то лет 5 назад все было совершенно иначе, о чем рассказывал сам Мелстрой. «Моя семья совсем не богатая, есть нечего, мать работает в киоске, батя на заводе. Знаете, сколько он получает? 5 миллионов, то есть примерно 15 тысяч российских рублей. А нас четверо. Брат, я, мать и отец. Хожу в кроссовках зимой. Кстати о брате. Зовут его Сергей, ему 25. И Сергей, или как его называет батя Жозе, сейчас вряд ли меняется с братом одежкой, чтобы не покупать новый прикид. Жозе позволяет тебе хлистать шотландский вискарь за полторы тысячи евро за бутылку. В общем, ты понял, дела у семьи идут хорошо, особенно на фоне того, что было раньше. А раньше Андрей ходил в кроссовках зимой, фигово учился в школе, после девятого поступил в строительный лицей, но главной целью было не получать образование, а попытаться раскрутиться в интернете. Началось все с игр. Это был бы хоть десятый год. Цурим показал мне Майнкрафт. Цурим – это старший брат Серега, благодаря которому 12-летний пацан начал не просто играть в Майн, а задротить в него, просиживая целыми днями на серверах. Не то, чтобы часов, блядь. Это же лет, наверное. Года 2-3-4 я убил на гайды, на ютубе, которые пересматривал часовые, блядь, раз пять. Дошло до того, что чувак купил собственный хостинг, пропиарил его через спам, убивая по 5-6 часов в сутки на комменты, и в итоге начал продавать премки на серверах. Школьник зарабатывал по 2-3 тысячи рублей в день и неплохо себя чухал. Так бы Бурим-младший и катал в песочницу, если бы Цурим не показал ему удивительный мир доты. В 15 лет Андрей приходил домой со школы и катал плюс-минус по 8 игр, то есть просирал на дотан где-то 5-6 часов в день. Потом полетели донаты. Помню этих курьеров Иммортал по 300-400 долларов. Это еще что? Чувак купил ДК Хук за 60 ключей, а по тем временам это удовольствие стоило около 1800 баксов. Ну и пацан не тупо вкидывал лаве в пиксели, а выставлял шмотки на трейд и успешно загонял их за большие деньги, чем они ему достались. Затем пошла тема со ставками на все ту же доту, а уже в 11 классе, когда Мэлу было лет 16-17, полетели первые стримы, и были они посвящены легендарной CS GO. Кстати, Мэлстроем Мэлстрой назвался вообще от балды. Первая часть Ника пришла мне Мэл. Типа Мэл, ты знаешь, что такое? Плавное, приятное, б***ь. И я добавил рандомное окончание строй. Гаспром строй, б***ь. Гаспром уебурой на б***ь. В рот строй, ебурой у строй. И как-то вот, как я думаю, мне в голову пришло, типа, Мэлстрой. И п***ь. Идея пришла к Андрею в тот момент, когда он сидел в ванной и размышлял, как будет покорять Ютуб. И ты знаешь, тогда, 4 года назад, у него уже неплохо получалось. Что его люди смотрели. Причем немало. Бывало, когда и 17 тысяч человек. Вы представьте, даже многие ютуберы-миллионники столько не могут набирать. А когда схватил первый страйк, то перешел на лайв-канал и тут же поднял 10к онлайна. Но куда интереснее, почему прилетел этот страйк, и почему впоследствии основу вообще забанили. Бан прилетел. О причине сцен сексуального характера. Дело в том, что Челик проводил еще и другие стримы, не только игровые. Все, все, осталось 87. 87 человек на стрим. Оу май. Предложение подобного рода Мел выдвигал девушкам, скажем так, весьма нежного возраста. Поэтому Ютубу такие движения не понравились. Правда, не сразу, потому что тогда у площадки были слабые фильтры по прямым трансляциям. И мгновенно за жопу хватали только в случае нарушения авторских прав. А вот обнаженка пропускалась. Андрей вел стримы, затем сразу все удалял. Поэтому пару-тройку месяцев ему удалось петлять от карающей руки администрации и показывать тысячам юных дро... Кхм... Школьников... На специфическую деятельность Андрея обратили внимание сначала другие ютуберы, а потом и правоохранительные органы. 18-летнему любителю юных тел вполне могли впаять 4 года колонии, но его сначала не могли найти целых 2 месяца. А потом, когда все-таки приняли по месту жительства, продержали 4 дня в обезьяннике и отпустили. Спустя пару месяцев дело так и вовсе закрыли. Короче, Бурим отделался легким испугом, ну и удаленным каналом на 50 тысяч подписчиков. Дверь толщиной в сантиметров 30 плюс, стены цвета поли... Две металлические толщинные решетки на окне, два мужика, подозреваемых в тяжких телесных... Ну, да ладно. Если ты думаешь, что после этих событий стример залег на дно, то нифига подобного. Да, чувак перестал устраивать стрепуху на ютубе, но трансляции как были, так и остались. Андрей продолжил знакомиться с девушками, отыгрывая роль то мажора, то сына миллионера, то человека больного ДЦП. Я смог доказать свою невиновность. Позже начал поднимать канал заново и все. Сейчас хоть некоторые каналы и банят за дичь какую-то, но аудитория быстро переходит, прокомментировал ситуацию стример. В перерывах между развлекухой с телочками Боровыми, то есть своей аудиторией, пацан часто показывал, ну, просто нереальнейшие выигрыши с казино. Доходило и до 500 и до 700 тысяч рублей. Удивлен, что не до 700 миллионов. Я лям выведу, я лям выведу, я лям выведу, даст туда вилда. Я выведу лям, я лям. В общем, черный пиар сыграл свое дело, и на Андрея посыпались бабки с рекламы. Ближе к 20 годам наш герой перебрался из Беларуси в Москву, где вскоре снял заряженные апартаменты в Москва-сити. Те самые апартаменты, в которых творится настоящая бесовщина. Да и, в принципе, стримы Буримы со временем становились все более и более жесткими. Самое обидное, о чем можно упомянуть, это, например, махач между руками-базуками и Ви Джей Линком. Мел заплатил 20 кусков, и два фрика развлекали многотысячную публику. А еще предводителю Боровов ничего не стоило потратить полмульта чисто на то, чтобы Эдвард Билл заглянул к нему на огонек. Да о чем вообще разговор, если за один день Андрей просрал 5 миллионов рублей на донаты другим стримерам? Чел одному только Шевцову лям закинул. Блин, какой пи***а, сука, что нахуй в подписи? Денег умолстроя, хоть жопой жуй. Баба, у меня нет, дохуя! Я начал зарабатывать по 40 тысяч долларов в день! И от такого количества бабла ему просто сорвало крышу. Думаю, все уже в курсе, как он относится к девушкам и за счет каких фоток раскрутил свою телегу. Но месяц назад парню тупо сорвало кабину. И нет, делали, мне уже заеб... Сорвало кабину так, что ему снова шьют уголовку. На сей раз на территории России по статье побои. Если, конечно, статью не переквалифицируют в более тяжкую. Действительно, у меня, как я думаю, с нервами... То есть не то, что там проблемы, но... Блин, эмоциональный человек. После такой выходки YouTube снес оба канала пацана, в том числе основу, где было почти 700 тысяч подписчиков и где записи прямых трансляций набирали по 2-2,5 миллиона просмотров. Не говоря уже о том, что меня заблокировали практически везде. Все мои YouTube-каналы, всех моих нарежчиков... Там остался один кукузник, если я не ошибаюсь. У нас там около шести нарежчиков просто заблокировали. И даже ВК не остался в стороне, прикрыв паблик малстроя. Что касается непосредственно конфликта с приглашенной на стрим девушкой, то, если вкратце, барышня сразу после случившегося попросила миллион компенсации. А Бурим не посчитал нужным столько платить. Вот ситуация и вышла в публичную плоскость. Финансовую миллион тысяч рублей. Буквально на днях кенте Андрея заглянули на первый канал, где дискутировали о произошедшем с Александром Гордоном. Есть слушок, что совсем скоро нас ждет не менее эпохальная передача с непосредственным участием действующего лица конфликта. Там была она, та самая. Вообще, ну, такую более подробную информацию разглашать до выхода эфира нельзя. Неизвестно, захочет ли сам стример пощелкать лицом на телеке, зато точно известно, что за пару недель после месива его инста взлетело на 200 с лишним тысяч подписчиков. Телега на 60, а ТикТок на 30. Да, основной ресурс на Ютубе остается заблокированным. Но походу парень чухает себя неплохо. Ведь миллион просмотров на стримчанском удается собрать даже на относительно небольшом канале брата. Как думаешь, Андрей понесет наказание или снова выйдет сухим из воды? Впрочем, это уже совсем другая история. А это была история Молстроя до того, как он стал известен. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории успеха звезд и популярных явлений. Также переходи по ссылке в описании на наш канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и угораем над годными мемами.